всем доброе утро я молодец я забыла карту памяти в ноутбуке поэтому я снимаю на телефон мы едем в бассейн а Артёша пока не очень воодушевлён потому что он не понял куда мы едем и что важно сегодня утром мне пришли деньги от того сайта который снял с меня за музыку которую не собиралась покупать все нормально все вернули все хорошо правда из-за того что там в долларах была оплата 500 рублей сгорела но это чепуха в общих масштабах так что все хорошо закончилось погода класс и снег идет и хрустит под ногами ух ты ты стоишь в манеже да ай как здорово что-то надо переодеваться невидимые случаи мы сегодня не самые первые смотрите абсолютно в бассейн даже тренер не пришла 15-й утром что это? ты не знаешь кто это? кто это такой? он же занимается в большом бассейне и плавает там на плотах всяких еще 10 минут до конца урока на мой мальчишка замерз потому что у них да? ты займешься в синие дрожащие губы так что перешли греться в маленький бассейн тут еще пока никого нет только мы, только мы здесь занятие прошло хорошо? Артыша как всегда здоровался со всеми подряд всем махал рукой и плавал за кубиками и за стаканчиками и нырял мне в руки и делал все задания пока не займешь после плавания надо обязательно подкрепиться вкусного надо, да? все вернулись домой причем уже час назад ребенок спит давным давно умаялся после бассейна чуть не заснул по дороге обратно сегодня быстро замерз и быстро проголодался он всегда самый первый замерзает поэтому мы быстро освободились я пока успела только пообедать потому что была очень голодная и помыла маску сделала для волос помыла голову вот с ушлой феном только не до конца я такая вся лохматая теперь и теперь сижу думаю за что хвататься еще кое-что по делам сделала потому что у меня много дел за компьютером мне надо тут убираться а что там в комнате ой мамма миа мы после вчерашнего не до конца убрались все разбросано просто и елку надо убирать но в комнате естественно не смогу убираться пока ребенок спит это только когда проснется но там кошмар я туда захожу думаю господи где комната комната не видно только вещи какие-то сушилки стоят так что сейчас буду я не знаю с чего я начну но сейчас с чего-то начну и чем-то продолжу поскольку Артеж проснулся хочу показать вам атомный взрыв в комнате только не надо писать мне что за беспорядок сейчас будем убираться с вами это реально просто один вечер когда-то не успел убраться и одно утро когда-то быстро собирался и все ой мамочки короче это пеленальник это комната и вот так вот тут и там в кровати еще свалка ужас просто кошмар но где тут минут на 15 так что я сейчас стирку заправлю тут и буду убираться а потом ты будешь кушать да? да 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 не ба да да баба баба придет сегодня что ты говоришь? не говоришь? похож на каракатицу короче вот так вот намного лучше правда? все теперь можно и пойти покушать да? пойдем кушать сын пойдем кушать мясо дам Артюша пошли кушать пойдем скорей пойдем пойдем давай вставай что за йога мармеладки подъедаете правда вкусные? угу я не думала что они такие вкусные открыла и за неимением остальных сладостей других оказалась очень вкусной нормальная картина в нашем доме тебе удобно сын? угу я не понимаю он ко мне подполз но у меня закоперся и тюбик предложил тебе тоже тюбик покусать? наверное присосаться в другой стороне у нас тут такая движуха все острики я что-то вышла из дома в тот момент видимо когда все возвращаются с работы как-то очень много машин и очень много людей машины вторичные в общем мы идем в МФЦ по второму кругу подавать заявление по поводу моего ИП в прошлый раз это мне отказали потому что неправильно было оформлено но если кратко объяснить то у меня неправильно у меня принимал документы неграмотный специалист который не знает как правильно оформляется потому что ну я конечно тоже должна знать как эти бумажки ИПшные все оформлять и заполнять эти документы но если ты работаешь в организации которые занимаются приемом бумажек то твоя прямая обязанность правильно эти бумажки принимать потому что мне заявление девушка переделывала у меня там была опечатка она у нее переделывала неправильно и все в общем ну мы обе виноваты так не должно быть она должна была в другом не сделать в общем я потеряла из-за нее две недели сейчас будем второй раз подавать теперь уже точно все правильно без опечаток целиком заполнено переделывать ничего не надо поэтому 100% должно прокатить и холодно рука с камерой отмерзает просто документы сдали причем мы с десяти окошек попали именно в той девушке что это в прошлый раз хотя вообще очередь была но надеюсь в этот раз будет правильно она очень удивилась что мне отказали в общем никто не понял по сути почему отказали но да ладно все документы сдали теперь будем двигаться в сторону дома может по пути в продуктовый зайду не знаю посмотрим по настроению вроде ничего не надо но вдруг мне что-нибудь вспомнил где это мальчик мой ой кто это я тебя нашла и Ку-ку! 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 Привет! Наши волосы! Я уложила ребенка давно, пару часов назад. И сидела монтировала. Я сделала видео, которое выйдет завтра для вас сегодня на Зазеркалье. И еще монтирую для Инстаграма. Но мне Марина не отвечает, понравилось ей или нет. И это печально. Я хочу, чтобы она посмотрела. Потому что я хочу это опубликовать. И сейчас монтирую влог. И, может быть, еще для Инстаграма помонтирую. Но не факт. Посмотрим, как время будет. Потому что иногда ребенок просыпается. Я к нему все время бегаю. И толком никакого. Проще идти и ложиться спать. Рядом с ним лежать. И что-нибудь делать через телефон. Благо через телефон у меня тоже много дел, которые я могу выполнять. Алишер все еще на работе. И он сегодня будет очень поздно. Он мне звонил заранее. Еще, наверное, часов шесть или семь. Короче, чтобы предупредить, что он будет поздно. И чтобы я собаку выглянула, пока еще ребенка не уложу. Я так жду весну, на самом деле. Каждый раз, когда я начинаю надевать на ребенка футболочку, штанишки, носочки, шерстяные носочки. Второй слой там флисовый или же вязаные у него и штаны кофты, которые он все лето носил. Вот такие красивые у него. И мы иногда под зимний комбинезон надеваем. Потом сверху зимний комбез, потом ботинки, потом шапку, потом перчатки. Думаю, господи, поскорей бы лето, чтобы на ребенка там максимум курточку надел, ботинки и пошел. Потому что это ужас. Пока его запакуешь, сам вспотеешь. Еще самому тоже надо в пять слоев одеться. И, конечно, да, это всего лишь там минус десять. Это ни о чем по сравнению с тем, какие морозы бывают. Я не представляю, как выгуливать детей в минус тридцать. Ужас. Ладно, все, по нейлору и хватит. Поделилась своими впечатлениями и мыслями. Алишер, кстати, мне когда звонил, сказал, что нас когда пригласили на праздник в феврале. Короче, мне надо, по-моему, по магазинам, потому что мне нечего надеть. Мне нужно какое-нибудь платье для мероприятия. Мне так все мои платья уже надоели. Хотя я их сто лет не надевала, и многие подписчики, кто увидел на фотографиях у меня в инстаграме пару платьев старых сказали, о, у тебя новое платье. Так что, в принципе, можно достать что-то давно забытое, что носилось. Да, я все это носила до беременности. Надо посмотреть вообще. На меня теперь держит вот этот вопрос, что мне нечего надеть. Что же делать? Но мне еще обязательно надо купить сумочку, потому что у меня есть рюкзачок. И я давно сумки не покупала, очень давно, потому что сначала ходила с рюкзаком, с одним, потом с другим. А потом, ну, когда уже родила, у меня вот эта вот сумка от коляски была. И она реально самая удобная. Я постоянно с ней хожу, потому что в нее влезает все. Пускай сейчас уже не надо так много носить для ребенка, но чаще всего я с собой беру еду для него, и в любую другую сумку это не влезает. И в рюкзаке тоже неудобно носить, и когда еще термос. Вот, и у меня нету никакой сумки такой адекватной, с которой можно выйти в люди. Ну вот, есть одна, которая на показе была, но она не ко всему подходит из-за цвета. Я хочу, наверное, нюдовую купить. Я недавно видела как раз, ну вот, когда мы с сестрой и с дядей гуляли, я заходила, то ли Манго, то ли Зара. Я не помню, что это было, но там как раз со скидками были сумочки. В общем, если мы успеем с Элишером, мы на следующей неделе съездим куда-нибудь типа в Мегу, и чуть-чуть закупимся, потому что есть такие вещи, которые нам обоим нужны. Ну, немного, но есть. И лучше успеть сейчас купить по скидкам, чем покупать потом чуть попозже. Распродажи вроде еще до следующего четверга я смотрела. А, и было, кстати, много вопросов, вот с кем я видела с сестрой когда. Значит, это моя сестра. Она мне, по-моему, двоюродная. А может, это троюродная называется. Короче, у моей бабушки, вот которую вы видели во влогах, у нее была сестра. У этой сестры было трое детей. И вот эта моя Наташка, с которой я встречалась, это дочка моей тети. Одного из этих троих детей, там были две девочки, мальчика. Вот, тетя Маша у меня есть, тетя Оля и дядя Ваня. Вот это дочка тети Маш, Наташа. А дядя Ваня, это сын бабушкиной сестры. То есть, именно мой дядя. Вот самый настоящий. Соответственно, для Наташи он тоже дядя. Мне понравилось. Там кто-то спросил, это ее муч. Нет. Дядя Ваня, он чуть-чуть младше моей мамы. Это даже ему за 50. А Наташка немножко младше меня. То есть, ей примерно 25. Вот так вот. И рассказывала я тоже эту историю раньше. Ну, Маш, кто не знает. Вообще, вот у моей бабушки была сестра. Почему была? Потому что она умерла намного раньше моей бабушки. В молодости от рака. И моя бабушка, ну, она не усыновила всех троих детей. Но она взяла над ними опекунство, можно сказать. То есть, бабушка их всех воспитывала. У нее была изначально только... Был только один ребенок, моя мама. И она еще троих себе взяла. Вот. Так что, поэтому у нас такая большая сихня. Мы все дружим общаемся. А муж бабушкиной сестры еще раньше умер. Так что, все. Несколько печально. Вообще, на самом деле, если я буду рассказывать хитро сплетение судеб наших семей, кто, чего, когда, там, что случилось, это можно целый роман написать или историческую сагу. Столько всего. И просто это все не озвучивает и остается за кадром. И даже в наши дни происходит очень много экшена. Поверьте мне. Вы видите просто... Вы видите вот такую часть моей семьи. А моя семья вот такая вот. А вы видите только вот эту нашу ячейку. Алишер и я. Ну, может, когда-нибудь я об этом поведаю. Если это будет кому-то интересно. Ладно, я буду монтировать влог, потому что завтра... Господи. У нас просто столько дел. Завтра не очень приятный день. И я надеюсь, мы его с вами переживем. Ладно. Пожелайте мне удачи завтра просто. Потому что завтра стану только я. Я вот так вот, чтобы у меня не раздуло щеку. Но, может быть, я снова окажусь хомяком. Ну, кто его знает. Реально стремно идти. Но, правда, у меня пока нет таких плохих предчувствий, как перед прошлым посещением. Потому что, когда мы ехали в прошлый раз, мне реально не хотелось ехать. То есть, я обычно еду и мне нормально. Я знаю, что да, мне будет там больно, неприятно. Но я потерплю и все. А тут мне просто хотелось развернуться. Я потом уже поняла, почему. Такой вот день был. Великий косяк. И так тяжело это получилось. У меня пока нет таких ощущений по поводу следующего зуба. Но нижний я потом боюсь. Но его я буду последним дали. Короче, все. Ладно, увидимся завтра. Но никогда не заткнулись. Честное слово. Всем пока.